Лучший друг студента – кофе. Ученые из Гарвардской школы здоровья выяснили, что кофе спасает от мысли о самоубийстве. А это особенно актуально в период зимней сессии. Вместе со студентом Васей выясним, где посидеть за чашечкой горячего кофе и отдохнуть от мысли от учебы. Наш лимит – 250 рублей. И мы это сделаем. Вариант – популярное кафе. Здравствуйте! Посетители пробуют напитки разной крепости. На выбор кофе легкой, средней и сильной прожарки из Латинской Америки, Азии и Океании. По желанию можно добавить в кофе корицу или другие специи. И как же устоять перед десертом? Вася не устоял. В итоге он взял маленький свежесваренный кофе и печенье. В кармане осталось всего 5 рублей. Дорого, но администратор кафе уверяет, что это того стоит. Студенты, на самом деле, я могу сказать, основной контингент, который к нам приходит. Наша обстановка, наши бонусы, бесплатный Wi-Fi, наши фирменные напитки, возможность добавить в напитки все, что угодно, сделать его своим. Конечно же, наши фирменные стаканчики, которые можно подписать конкретно для человека, и которые потом очень классно выкладывать в Инстаграм. Вскоре в этом кафе появятся еще и настольные игры. Но пока шумные компании выбирают другое место для посиделок. Антикафе. Здесь все иначе. Формат антикафе – это место, где люди платят за время. Они не платят ни за что, что получают здесь. Здесь они получают чаи, печеньки, конфетки, хорошее настроение, участвуют в каких-то мероприятиях, играют в настольные игры. Мероприятия у нас будут абсолютно разные. Сначала Вася не поверил в этот безлимитный кофейный рай и вел себя скромно. Потом взял еще кружку. И еще. Ну, и еще немного. В итоге он выпил практически 9 кружек чая и кофе. С таким заказом в кафе Вася ушел бы в глубокий минус. Посмотрим на детали. В отношении кофе и печенья кафе получается гораздо дороже. С другой стороны, в антикафе есть лимит по времени. За 250 рублей Вася пробыл здесь всего полтора часа. Бесплатный Wi-Fi есть и в том, и в том заведении. Но плюсом антикафе можно считать различные игры и активности. Я стою здесь. Мне это место по вкусу. За 250 рублей, мне кажется, лучше места не найти. Здесь больше разнообразия, чем в кафе. Похоже, что в случае с антикафе студенческие желания совпадают с возможностями. Юлия Суханова, Евдокия Литвякова и Василий Находкин. Студенческий вариант.